всем добрый день ребят сегодня хочу показать сделать небольшой обзорчик приборов которые просто необходимы тем людям кто занимается с техника имеет свою технику или ремонтом очень хорошо не помогают избежать лишних затрат не меняя методом тыка значит все подряд а точно определить причину значит большинство знают что частенько тому тракторов у комбайнов бывает проблема с гидравликой и непонятно что и там распределители насос клапан левоносной для работы с гидравлика есть вот такой дроссель расходомер манометр у него манометр правда другой заводской у него идет большой он разбился манометр другой и вот здесь есть такая так называемая lumbo вот здесь написано открыто вот стрелочка значит принцип работы его ребята то многие слышим но не знаю значит у него есть вход вот значит вот он один штуцер пока он заглушенный сюда шланг и трубопровод подсоединяется вот он второй выход значит допустим мы хотим проверить насос там на том же мтз или на том же комбайне 32 значит подключаем на выход прямо с насоса вот этот штуцер шлангами а этот прямо можно в бак и вот здесь вот это вот люмба начинаем ее крутить по часовой стрелке то есть закрывать принцип простого крана просто закрывает отверстие крутим до тех пор пока на манометре не будет давление 100 атмосфер так называемые против давления подымаем до 100 атмосфер до 100 атмосфер и в это время смотрим на люмбу что показывает люмба она показывает производительность насоса допустим если стоит вот так вот то это 60 вот литров если там вот так вот то это 20 литров ну понятно по шкале смотрим производительность насоса и по таблиц который идет с этим прибором или в 32 насоса должна быть производительности уже смотрим по показанию люмбу попадаем мы в эти пределы или нет и можем сказать точно хороший это насос либо плохой точно также проверяются распределители ток подключать уже после распределителя и тоже также подымается давление до сотки на манометре и по показаниям вот люмбы смотрим сколько производительность насос вот не циферки обороты при этом у техники должны быть номинальные чтобы точно определить исправность очень хорошо помогает гидравлики так это откладываем есть вот такой вот еще простенький съемник он называется стопорных колец очень хорошо помогает при замене поршневой очень часто бывает что ломаются кольца и там пальцы натыкаются вот этой вещью очень хорошо кольца ставится вот сюда вот вот в эти захваты разжимаются замки замками упирается вот сюда вот он вот так вот разъезжаются очень хорошо снимать и ставить поршневые кольца ничего не ломается все быстро и хорошо и пальцы целы еще один прибор очень важный по топливной системе называется он максиметр очень мал я у кого видал очень хорошая штука значит с топливной аппаратуры вообще проблемой и везти ее снимать и вести ее на проверку на стенд затратно дорого и долго первичный первичную проверку можно сделать самому на тракторе вот здесь тоже есть шкала так вот рисочки вон написано там 300 500 и здесь вот по кругу циферки здесь тоже самое вот этот ручка крутится как кран она закрывается открывается а по рискам уже определяется какое давление значит можно проверить топливный насос значит по литературе он сказано если плунжерная пара развивает давление меньше 300 атмосфер и и все надо в ремонт вот этой гаечкой прикручивается прям на топливный насос и начинает мотор прокручивать у кого пускать значит пускачем у кого стартер стартером значит газ на всю топливного насоса и смотрим вот в эти дырочки происходит впрыск сначала давление делаем маленькой совсем там откручиваем он начинает прыскать постепенно закручиваем крутим крутим давление до тех пор пока перестанет здесь происходить впрыск пока пунжерная пара не станет переосиливать его и потом смотрим вот по этим циферкам какое давление у нас получилось на пунжерный парен если она меньше 300 но это как по литературе то все пунжерную пару надо менять тоже также при помощи него можно проверить форсунку не снимая с трактор вообще не вынимая с головки ставится он в разрыв вот это прикручивается к топливному насосу вот сюда прикручивается форсунка точно также откручивается давление сначала маленькая начинаем крутить топливо будет вот здесь прыскать постепенно закручиваем закручиваем до тех пор пока здесь перестала прыскать если здесь перестала прыскать значит начала срабатывать форсунка там прыскать и опять по вот этим циферкам смотрим на каком давлении сработал форсунка начала там прыскать и вот точно так получается что быстро можно проверить мы конечно не увидим распыл но при каком давлении срабатывает форсунка мы увидим но чаще всего я его применял для проверки давления плун жирной пары ну в принципе все на этом ребят кому было полезно ставьте пальцы лайки и подписывайтесь на канал до скорых встреч